Риэлторы, подтолкнувшие к сомнительной сделке, пойдутся участниками. Об этом маклером напомнили на совещании по незаконному строительству. С арендатором пляжа Фазотрон расторгнут договор о мусорной баке, перенесут. Таков итог инспекции Мамайки главой Сочи. Во улице Хагапш отремонтировали дорогу к кладбищу и расчистили русло ручья Нагиш. В Лазеревском районе активно взялись за программу малых дел. Международная битва роботов пройдет в Сочи, а свое участие уже подтвердили команды из Великобритании, Индии, Китая и Казахстана. Первый миллион тонн сахарной свеклы переработали заводы Краснодарского края. Один из таких посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Он побывал на заводе Павловского района. В муниципалитете накануне прошел рабочий день главы региона. После посещения предприятия по традиции встретился с активом района. Слово нашим краснодарским коллегам. Вот он свежесобранный урожай этого года. Сейчас на заводах края горячая пара в прямом смысле этого слова. В цехах перерабатывают корнеплод и выпаривают сахар. Получение белого песка – процесс трудоемкий. Прежде чем стать готовым продуктом, свекла проходит несколько стадий предварительной обработки. Поэтому приготовить в домашних условиях сахар невозможно. Ее помоют, изрежут, получат из нее диффузионный сок, вымоют сахар водой, очистят этот диффузионный сок, выпарят из него лишнюю воду. На пункт приема свежевыкопанный урожай подвозят целый день. В сутки Павловский завод принимает до 6 тысяч тонн сахарной свеклы. В следующем году планируют увеличить эту цифру до 8, рассказывает главе региона Вениамину Кондратьеву. Сладкий корнеплод везут из Кущевского, Крымского, Ленинградского, Тихорецкого районов и даже из Ростовской области. В общей сложности заводы Края уже переработали первый миллион тонн сахарной свеклы. Результаты хорошие, но есть к чему стремиться, замечает глава региона. Урожай сахарной свеклы мы пока получаем из импортных семян. Сегодня импортная селекция, конечно, она лучше. Вот и все. Простой ответ. Поэтому, если мы сможем создать наши семена, свеклы отечественные, которые будут превосходить по качеству импортной, конечно, будут брать наши. Но, коллеги, давайте признаемся, что мы утратили базу. И это сегодня правда. И сегодня уже сделать все, чтобы мы вернулись к нашим семенам свеклы. На самом деле, это по-настоящему будет продовольственная безопасность. Еще несколько лет назад Павловский сахарный завод, как и многие другие, находился в состоянии банкротства. Сегодня все 16 сахарных предприятий в крае успешно работают и переживают второе рождение. На Павловском частично обновили оборудование, цеха, а почти весь процесс производства автоматизирован. Урожай нового сезона губернатор смог и продегустировать во время беседы за чашкой чая с рабочими предприятиями. В прошлом году мы переработали 655 тысяч. В этом году уже заключено договоров на 677. То есть уже просматривается увеличение. При этой дегестии, которая очень высокая в этом году, скорее всего, сахара будет еще больше. Конечно, мы хотим не просто пить чай, мы хотим пить чай с сахаром. Но, знаете, есть такая восточная поговорка, сколько не кричи халва, а во рту са еще не будет. Вот чтобы во рту была сладкая или чтобы сахар был на столе, конечно, нужно потрудиться. Нужно то, чтобы ваш сахарный завод работал, чтобы все сахарные заводы в крае работали. А это очень много сопутствующих механизмов нужно запустить. У Павловского района большой потенциал для развития. Об этом говорят и рекордные 455 тысяч собранного с полей зерна. Но, несмотря на аграрные достижения, муниципалитет за 10 лет существенно не продвинулся. Обращает внимание Вениамин Кондратьев уже на встрече с активом. 15 предприятий банкротов. Зарплата ниже среднего по краю около 24 тысяч рублей. Усиливать экономику глава региона предлагает за счет собственного производства. Бизнес, который сейчас в зале сидит, вы сегодня не должны растеряться. Ведь сегодня импортозамещение диктует вектор экономического развития. Сегодня полки, которые были забиты импортным, сегодня освобождаются. Значит, вы займите эти полки нашим отечественным товаром, в том числе произведенным на Кубани. Не надо здесь ждать, надо быть более агрессивными, более активными, более сильнее продвигать свою продукцию. У нас очень хорошая продукция, продукты питания на Кубани. Вчера были импортные, мы кричали, орали со всех углов, что вот импорт нам не дает реализовывать свою. Сегодня уже никто не мешает реализовывать свою. Давайте реализовывать, давайте делать красивую упаковку, давайте делать все, чтобы наша продукция была востребована на будущем рынке и региона, и страны. Интерес к району есть и у бизнеса сегодня. Инвесторы здесь воплощают в жизнь 8 проектов на 60 миллиардов рублей. Строят молочную ферму, возводят вторую очередь тепличного комплекса. Всеми ресурсами муниципалитета просто нужно правильно распорядиться, считает Венианин Кондратьев. И эту задачу должны решать власти на местах. Елена Касабова, Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань, 24, Павловский район. Отдельно Венианин Кондратьев поручил проверить всю систему здравоохранения в Павловском районе. В прошлом году из краевого бюджета выделили деньги на ремонт районной больницы. В порядок привели несколько отделений, но теперь жители столкнулись с другой проблемой. Во время встречи с губернатором они пожаловались, что неделями не могут попасть на прием к врачам. Мне 26 апреля направляют на к сдать кровь. Прихожу, говорят, очень, на 18 мая. Ну сейчас лечитесь. Как попало, а 18 мая кровь сдадите, тогда вам скажем результат, как вас дальше лечить. Венианин Иванович, экстренные анализы делаются в этот же день в течение двух часов. Но люди так говорят, что нет. Ну, плановые анализы в течение 10 дней. Я больше верю, честно говоря, людям. Потому что зал весь не может ошибаться, так ведь? Они почти ненадушны. Есть правец, Максим Иванович, есть контрольное управление? Вы тогда не просто по конкретным вопросам, а в целом посмотрите по ситуации по здравоохранению. Потому что я сейчас выводы делать не хочу раньше времени. И в течение буквально двух недель доложите мне по целом оценке здравоохранения в районе. Чтобы разобраться в ситуации, Вениамин Кондратьев поручил создать комиссию, в состав которой войдут специалисты Краевого министерства здравоохранения, контрольного управления и общественники. Получила продолжение истории, произошедшая в выходные в Геленджике. В понедельник в интернете появился видеоролик. Автор запечатлел задержание двоих мужчин. Как становится понятно из комментариев очевидцев, они танцевали на улице Лизгинку на громкую музыку. И вызывающее поведение молодых людей пожаловалась местная жительница. Стражи порядка прибыли быстро. По данным Краевого МВД, патрульные попросили танцоров предъявить документы, но те отказались. Проследовать водил для выяснения личности тоже. Тогда полисмены решили проводить мужчин в служебную машину, но те оказали сопротивление. Ситуацию на своей странице в Фейсбуке прокомментировал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. По его мнению, делать однозначные выводы рано. На данный момент ни одна из сторон ко мне не обращалась. Однако я направил запросы в правоохранительные органы. Держу этот вопрос на контроле. К сожалению, как всегда бывает, в таких острых ситуациях возникает много желающих заработать себе очки, используя межнациональные и межрелигиозные поводы. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Чтобы не случилось, все нужно оценивать с точки зрения права, а не эмоций. Думаю, что в ситуации нужно разобраться спокойно и исключительно в правовой плоскости. Как уже известно, в момент задержания пострадал один из патрульных. Один из танцоров ударил его по голове у парня. Сотрясение мозга это подтвердили в Следственном комитете края. Ведомство ведет свою проверку. По ее итогам оценка будет дана и действием обеих сторон конфликта. Инцидент не оставили без внимания и в общественной палате края. На мой взгляд, самое главное, не следует административно-правовое, я бы даже сказал, бытовое происшествие переводить плоскость межнациональных, межконфессиональных отношений. Мы держим ситуацию на контроле и готовы принять самое активное участие в защите прав сторон. Потому что сторон было две. Сотрудники правоохранительных органов и представители молодежи. По итогам, на задержанных составили протокол за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям сотрудников полиции. По решению суда, молодые люди проведут под арестом пять суток. В Сочи 2175 обманутых дольщиков. Такие цифры были озвучены на совещании по вопросам деятельности агентства недвижимости. Его провел первый заместитель главы города Могдин Чермит. А появляются обманутые дольщики как раз при содействии агентств. О чем договорилась администрация города с сочинскими риэлторами. Об этом в сюжете Елены Овсяциной. В Сочи из 138 незаконно строящихся объектов осталось только 13, которые находятся под арестом. 14 домов снесены по решению суда. Тем не менее, в интернете продажа проблемного жилья продолжается. И такая работа риэлторских агентств, а их в городе около 200, вызывает возмущение со стороны властей. Продает квартиры еще на стадии котлована или только фундамента. Или если по данным объектам ведутся судебные разбирательства. Продает как легальные агентства, так и маклеры, работающие только на себя. А для многих жителей и гостей города это оборачивается иногда трагедиями. Люди теряют последние деньги, люди теряют последнюю надежду. Они теряют надежду во власть, они теряют надежду в будущее свое. Они покупают для себя, для своих детей, для своих потомков. И с вашей помощью они оказываются, извиняюсь, в очень интересном месте. Люди, поверив либо застройщику, либо агентству недвижимости, особенно если сделка состоялась на стадии предварительного договора, порой остаются на улице. Каждый год, начиная с 2014-го, количество потерпевших превышает 400 человек. Все они обращаются с заявлениями в полицию. Хотя изначально могли бы сделку купли-продажи застраховать, тогда в проблемной ситуации застройщик вынужден был бы вернуть деньги. Сейчас все агентства недвижимости предупреждены. То есть это не дело частного характера, это дело публичного простофакта. Установление привлечения денег уже является преступлением. И хочу вам сказать, не забудьте о соучастии. Если вы в данном случае осознаете, что недвижимость незаконна, тем не менее оказываете помощь в идее покупателей, мы противникорминировались, будет дальше как соучастие. Однако даже те риэлторы, кто имеет хорошую репутацию, не всегда могут гарантировать клиенту беспроблемную покупку жилья, поскольку у Госстройнадзора уже в финале строительства могут возникнуть весомые аргументы в отказе приема дома в эксплуатацию. Ассоциация гильдии риэлторов в Сочи, существующая с 2009 года, готова подключиться к диалогу с властью и выработать единый механизм работы рынка продажи жилья. Тем более, что на сайте администрации города есть списки домов, внесенных в черный список, приобретать квартиры, в которых не рекомендовано. Вам нужно организоваться, чтобы знать, с кем вам по пути, а с кем не по пути. А сегодня заявлять о том, что мы не знали, мы не видели, мы не понимали. Наверное, может пора уже какой-то общий сайт сделать. Информационные технологии предполагают, что мы можем, объединившись в медиапространстве, сегодня серьезно подвинуться. Эти заточники приходят, делают презентацию. Мы, как ответственные компании, а если лижеские, не берем на продажу, но мы повлиять не можем. Поэтому, если построить вот этот диалог, выработать определенный комплекс мер, то нам получится изменить эту ситуацию, потому что мы первые сторонники за то, чтобы убрать эти объекты, чтобы не было этих обманутых дольщиков. Нарекания прозвучали в адрес рекламы, которая вывешивается на фасадах зданий с информацией о продаже жилья. Такая несанкционированная реклама агентств недвижимости портит облик курорта. Теперь за это будут введены серьезные штрафы. Администрация гордо просит и мелкие, и крупные агентства работать цивилизованно и брать на себя ответственность, сопровождая сделку купли-продажи до самого конца. Сейчас, как отмечают сами риэлторы, работать стало легче. Был очень большой поток клиентов с центральной части России, с той же Москвы, когда у них только появился федеральный закон 214, который получали аккредитацию банков, проходили ипотечные средства. У нас же на рынке было очень мало таких объектов. На данном этапе все больше и больше застройщиков стремятся работать по всем правовым нормам правильно. В Сочи создается рабочая группа, которая объединит администрацию застройщиков, клиентов и риэлторов. По подсчетам их в Сочи работает около 5000. Все для того, чтобы защитить интересы граждан при покупке квадратных метров в Сочи. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Авария в двух шагах от подземного перехода произошла на перекрестке Гагарина-Донская. ДТП случилось еще 11 августа, но только сейчас попало в сеть. Машина едет по Донской по направлению к Краснодарскому кольцу. Женщина, перебегая в неположенном месте проезжую часть, попала под колеса автомобиля. С многочисленными травмами она попала в больницу. К слову, буквально в двух шагах от места ДТП есть подземный переход. Мусорные контейнеры планируют убирать с крупных улиц курорта. Слишком много желающих сбросить в них по-тихому за счет собственников неоплаченный мусор. Баки спецавтохозяйства будут устанавливать на территориях многоквартирных и частных домов для тех, кто и оплачивает вывоз отходов. На центральных улицах города контейнеры уже убраны. Сейчас эта работа продолжится во всех микрорайонах. Соответствующее постановление уже есть. И его реализация – вопрос времени. Об этом стало известно сегодня во время обхода главы города в микрорайоне Мамайка. Какие нарекания были у Анатолия Пахомова во время инспектирования ряда улиц, а также пляжа Фазотрон – в материале Татьяны Говорковой. Проверка микрорайона Мамайка началась с пересечения улиц Полтавская и Крымская. И сразу мэр делает замечания ответственным за улицам сотрудникам. И без того невзрачный забор обклеен объявлениями. Листовки о продаже квартир от застройщика и прочие предложения облюбили и фонарные столбы. И это несмотря на то, что есть специальная доска для объявлений, которую в ущерб городу игнорируют и предприниматели, и частные лица. У фасадов домов мусор от магазинов, заросший склон. С просьбами и предложениями к мэру обратились местные жители. Их беспокоит, что контейнерную площадку напротив дома используют коммерсанты, а также вывоз мусора ночью. Анатолий Пахомов отметил, в связи с наплывом отдыхающих, САХ вынужден перейти на круглосуточную работу в четыре смены, чтобы контейнерные площадки были чистыми. В целом же в городе начата работа по переносу мусорных баков на территории собственников. В таком случае жители смогут сами согласовывать и график вывоза отходов. Будете сами приобретать и ставить, где хотите, во дворе, но на улицах ставить не будем. А машины в какое время будут? А это вы сами как вы заключите договор, чтобы вы понимали, либо мусор будет вонять у вас целыми днями, и вы можете не вывозить, либо договариваетесь, это спецавтохозяйство, есть еще 17 организаций, с которыми вы заключите договор, и они будут как вам удобно договорить. Подобная практика уже используется во многих городах, теперь к этому пришел и Сочи. Изменение правил вывоза ТБО позволит избавиться от разбросанного по улице мусора и улучшить санитарную обстановку. Позаботиться о чистоте Анатолий Пахомов рекомендует и арендаторам пляжа Фазотрон. Мусорные урны стоят через каждые 50 метров, а должны быть через каждые 15-20 метров. Но главная проблема – сбор денег за изначально бесплатные пляжные услуги. Это не мелочи, когда люди приезжают к нам и сталкиваются с проблемой, что душ платный должен быть или туалет платный. Это просто ни в коем случае не должно быть, особенно в понятии гостеприимства. И они нам наносят огромный урон. Вот если мы скажем по другим пляжным территориям, то это просто уже исключено. Качество эксплуатации этой пляжной территории мэра не устраивает. Жажда наживы предпринимателя вредит имиджу курорта. Сейчас ведутся судебные разбирательства по расторжению с этим предпринимателем договора аренды, без права участвовать в конкурсе на следующий год. Комфортный отдых местных жителей и положительные отзывы отдыхающих – это важная составляющая развития курорта. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Платить или не платить – вот в чем вопрос, особенно когда дело касается взносов на капитальный ремонт. Однако все чаще жители Сочи отвечают на этот вопрос положительно. Ведь именно благодаря собранным средствам любой многоквартирный дом имеет право на включение в городскую краткосрочную программу, согласно которой собственники могут произвести общедомовые ремонтные работы. Напомню, при подготовке к Олимпиаде Сочи стал единственным городом в стране, где по настоянию главу города дома обновили за счет государственных средств. Теперь будет ли ремонт в их доме и когда – зависит от самих сочинцев. Провести строительно-монтажные работы по замене кровли жилого дома номер 12, дробь 5 на улице Ландышево удалось благодаря региональной программе капитального ремонта. На объекте, на котором мы сейчас находимся, капитальный ремонт кровли закончен. Собственники помещений ответственно подошли к данному вопросу по оплате взносов. Вовремя их платили. Процент взноса был порядка 75%. Поэтому капитальный ремонт выполнен. Замечаний на сегодняшний день нет. Любовь Петухова живет в этом доме уже много лет. Она исчезла тех собственников, что регулярно оплачивают квитанции за капитальный ремонт. С новой крышей, признается, женщина жить стала комфортнее и спокойнее. Многие жители Сочи не очень-то вообще верили в эту программу, как-то скептически относились к этому. В частности, и в нашем доме были тоже такие собственники. Но после того, как было видно, что сдвинулось это дело с мертвой точки, и вот, пожалуйста, первые результаты уже есть и в нашем доме. Поэтому я думаю, что люди должны сделать выводы. Но проект коснулся не всех жителей дома на Ландышевой. Отремонтировано только два блока, где взносы производили регулярно. Собственники квартир в третьем блоке оплачивать квитанции за капитальный ремонт стали только сейчас, когда своими глазами увидели результат. Однако в краткосрочный план на этот год им уже точно не попасть. Надежда остается на год будущий. Все вопросы по данной программе им удалось задать лично главе города Анатолию Пахомову. Люди, которые платят, они хотят, чтобы эти деньги, их взносы, шли исключительно на их домах. И поэтому закон теперь будет только так. Платил, на дом получил. А это уже улица Пасечная. Дом номер 11 также попал в программу капитального ремонта. На объекте заменили кровлю и водостоки. Здесь взносы оплачиваются в стопроцентном объеме. Ремонт был произведен качественно. Мы очень довольны подрядчиком. Очень хорошие мастера были добросовестные. Сделали крышу добросовестно. Первые испытания прошли мы. Крыша не течет. Ну и отсюда и состояние подъезда улучшилось. Вода не бежит по стенам. Сегодня жители дома на Пасечной также подали заявку на обновление фасада. В скором времени, обещают в департаменте городского хозяйства, начнутся и эти работы. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Программа «Малых дел» активно работает в Лазаревском районе. Это прежде всего выполнение поручений, наказов и обращений жителей, которые поступают в отраслевые управления администрации районов и в мэрию. Просьбы у всех разные. Где-то необходимо провести ямочный ремонт дороги, где-то поставить детскую площадку или убрать бесхозный транспорт. Но цель одна – сделать жизнь сочинцев безопасной и еще более комфортной. Так, например, в ауле Тхагапшкировского сельского округа был отремонтирован разбитый участок дороги, ведущий к местному кладбищу. А через реку Псизуапсе по улице Черемуховая заменили деревянный носил навесного моста. Теперь ходить стало гораздо удобней. Но самое главное для местных жителей – это расчистка русла и ручья Нагиш. Во время периодически случающихся наводнений жителям близлежащих домов порой было опасно оставаться в своих жилищах. Большая работа сделана. Мы до этого не спали по ночам, когда пасмурно, когда думаем, сегодня пойдет дождь, а мы не спим. То к сестре туда поедем, то куда-нибудь спрячемся. Боимся, боялись. А теперь, слава Богу, этим людям большое спасибо, которым мобилизовали вот это вот, сделали. Большое-большое спасибо им. Пахомову спасибо. И тогда он хорошо мобилизовал, и сейчас хорошо сделал. Так что мы довольны очень на него, очень довольны. Многое сделанное в селе Марьино. Программа малых дел здесь началась с самой весны. И первым делом отремонтировали ограждение сельского кладбища. Там упал каштан, дерево большое. Был тоже обширный объем работ. Ограждение восстановили, сделали. Дальше дорога. Дорога была в ужасном состоянии. На легковых автомобилях уже проехать было невозможно. Ну вот, как вы видите, сами проведен ямочный ремонт. Дорогу восстановили, сделали. По улице Низовая заменили столбы линии электропередач. Построили опорную стену вдоль краевой автодороги. В селе Татьяновка восстановили снесенную наводнением опору навесного моста через реку Псизуапсе. Установили каркас пешеходного моста через ручей и восстановили четыре столба линии электропередач. Выполнили наказы и жители села Алексеевка. Забетонировали участок дороги, ведущий кладбищу. Сейчас полным ходом идет ремонт сельского дома культуры. Все сделано на благо людей. Все, что вот по им обращениям, по им пожеланиям. На этом малые, но в то же время такие большие дела не заканчиваются. Ведь жители верят, что все их обращения обязательно будут услышаны и воплощены в жизнь. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи проходит операция автобус. Сотрудники ГИБДД проверяют техническую исправность пассажирского транспорта, наличие документации у водителей, соблюдение режима труда и отдыха, а также правил дорожного движения. За семь месяцев этого года на сочинских дорогах зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В этих авариях 16 человек пострадали и двое погибли. В 12 случаях ДТП произошли по вине водителей автобусов. В рамках операции инспекторы, госавтоинспекции проверяют рейсовые автобусы перед выходом на линию. На южных и северных воротах города, стационарном посту Магри и посту ПСОУ особое внимание уделяют автобусам на междугородних и международных перевозках. За семь месяцев этого года в отношении водителей составлено 516 административных материалов. Выявлено 208 фактов неисправностей, 47 автобусов с превышением уровня загрязняющих веществ в выбросах. 18 фактов управления автобусов с опасной неисправностью рулевого управления. Эксплуатацию такого транспорта тут же запрещали. 30 должностных лиц привлечено к ответственности за выпуск на линию неисправных автобусов. В отношении 57 водителей приняты меры административного наказания за нарушение режима труда и отдыха. Сочинские спасатели провели мастер-класс в Орленке на площади у самого берега моря. Сотрудники МЧС организовали несколько учебных точек, где показали детям правила оказания первой помощи. Также спасатели продемонстрировали эвакуацию пострадавших по переправе, спасательное оборудование, которым укомплектованы выездные автомобили, водолазное снаряжение и многое другое. Самое главное, что дети не только наблюдали за работой, а принимали непосредственное участие. Для того, чтобы носилки были подняты на крышу, орлята вытягивали веревку, утопающему бросали спасательный круг, на манекене тренировались делать непрямой массаж сердца. Воспитанники центра на себе смогли ощутить всю тяжесть оборудования, с которым ежедневно работают сотрудники МЧС. Спасатели помогали примерять водолазное снаряжение, дали поработать гидроинструментом. Всего площадку посетили около 500 воспитанников Всероссийского центра. Международная битва роботов пройдет в Сочи. Она состоится в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В октябре свое участие в битве роботов уже подтвердили команды из Великобритании, Индии, Китая и Казахстана. В России битва будет проходить уже в третий раз, но впервые на международном уровне. Это чемпионат по спортивным боям роботов. Разработчики управляют своими устройствами с помощью радиопультов. Работы различных конфигураций соревнуются друг с другом на ринге и различаются между собой вооружением, внешним видом и способами передвижения. Раунды проходят по системе плей-офф, то есть проиграл, выбыл по стандартному регламенту Международной ассоциации боев роботов. И в завершении информация от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валя Денталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Центр доктора Бубновского в Сочи. Победи боль в спине и суставах. Индивидуальные программы, врачебные контроли и сопровождение специалистами. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.